Глобальная цель наших исследований – создание ультракомпактных приборов, которые могли бы с высокой эффективностью превращать энергию света в так называемые поверхностные плазмонполиритоны. На их основе можно создать преобразователи световой энергии вроде солнечных батарей, только с эффективностью в разы больше. Валентин Волков, один из авторов работы, директор Центра фотоники и двумерных материалов МФТ и напомним, что графин является одиночным слоем атомов углерода, они соедины друг с другом химической связью. Со стороны это напоминает соты. Для того, чтобы повысить эффективность передачи энергии света в колебания на поверхности графена до 90%, группа исследователей использовала энергетическую схему преобразования, наподобие лазерной, а также коллективные резонансные эффекты. Оказывается, что самого сильного эффекта можно достичь тогда, когда свет сосредотачивается на двумерном материале, обладающем толщиной всего лишь в один атомарный слой. Так как подобные двумерные материалы обладают достаточно большим показателем преломления. Группа ученых определила, что если кроме внесения дефектов в структуру самого графенового листа еще и покрыть его квантовыми точками, расположив их на четко выверенном расстоянии над поверхностью графена, то силу взаимодействия между графеном и частицами света можно повысить в несколько раз. В результате эффективность перетекания энергии именно в плазмонполиритоны оказывалось на уровне не выше 10%. Ученые надеются, что дальнейшие опыты подтвердят результаты их расчетов, а также покажут, что графен можно применять для концентрирования энергии света и массы других целей. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.